Дорогие друзья, мы с вами находимся в заповеднике Курская коса и предлагаю прямо здесь познакомиться с новыми наушниками от компании INYU, которые называются AGE Давайте распакуем, посмотрим на внешний вид наушников и, конечно же, их комплектацию Коробка для наушников INYU типовая На передней стороне нанесено изображение самими наушниками Написали название модели, указали И среди иероглифов я вижу букву цифру 3 и D, что, наверное, означает, что напечатаны эти наушники на 3D принтере Сзади видим спецификации наушников Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц-20 кГц Чувствительность 102 дБ И сопротивление 18 мм плюс минус 10% Драйвера один динамический и плюс одна балансная арматура И двухпиновые коннекторы по 0,78 мм Давайте откроем коробку Сразу видим, что здесь есть небольшой мануал и он же гарантийный талон Вот так расположены наушники на поролоновой черной подложке Ну что ж, друзья, давайте посмотрим на эти красивые корпуса, распечатанные на 3D принтере И, скорее всего, изготовленные из акрила Фейсплейты полупрозрачные и под ними видим аббревиатуру модели Эйюинью Эш Или Эш Юинью Очень это красиво все блестит на солнце Корпуса маленькие, если видите Обтекаемые Если их перевернуть и посмотреть на внутреннюю сторону То это сплошной анатомичный изгиб под ухо И красивыми золотыми буквами здесь написали Резайн 3D принтинг И обозначение канала Буква Р Звуководы металлические Такое решение очень мне по душе Вообще сочетание черного полупрозрачного пластика Немножко синевой И плюс вот это вот натуральный цвет металла Стальной, здорово Мне кажется, очень здорово И звуководы, посмотрите, какие они обычные Дело в том, что внутри эти звуководы подведены По отдельности один к балансной арматуре Вот здесь арматурка И один к динамическому драйверу Да, вы, надеюсь, помните, что наушники двухдрайверные В каждом корпусе у нас по одному динамическому излучателю И одной балансной арматуре Вот хорошо сейчас видно Не знаю, как вам Но на солнце это все хорошо просматривается И сверху разместили двухпиновые разъемы И знаете, что я в упор не вижу компенсационных отверстий Да, ребят, здесь их попросту нет Нигде Вот это странно Возвращаемся к коробке Здесь видим две пары сменных силиконовых амбушюр Обычные, серые и достаточно плотные Так, а что же у нас положили в маленький коробок? Находим здесь кабель В пакете И еще раз, два, три Три пары силиконовых амбушюр с красными сердечниками Такие можно встретить где угодно Кабель, друзья, ну не знаю Кабель приятный Эластичный Такое странное тонкое плетение у него Но какого-то возгласа вау Не вызывает То есть, ну обычный, тоненький С L-образным штекером Давайте посмотрим на заушины Вилочки с коннекторами Если заметили, нет буквенного обозначения Обозначили каналы цветными точками Это синий, значит, для левого наушника И аккуратные двухпиновые разъемы Заушины, как это принято сейчас, бескаркасные Сформированные под форму уха Силиконовой термоусадкой Обычный, приятный кабель Камера, друзья, не может передать Красоту, всю красоту этого живописного места Вы не представляете, как здорово После городской жары, суеты Оказаться здесь, подышать этим хвойным воздухом Вперемешку с морским Будете в Калининграде, обязательно посетите Этот заповедник Курская коса Нереально красиво Нереально здорово Сочетание песка и хвойного леса Мне очень нравится Сейчас буду спускаться к морю Через дюны Отдыхающих здесь мало Въезд на Курскую косу Стоит примерно 750 рублей с машины Посмотрите на это чудо Это здорово Я очень рад, что получилось сегодня Приехать сюда и показать вам Этот красивый уголок Нашей области Ну что друзья Немного подышали Поплавали Погуляли Пора и за дело браться И начинать рассказывать вам о звуке И Нью Эш А это, я считаю, классика жанра Ребята, во всех смыслах Не аудиофильского, конечно А скажу так Музыкального и популярного Классическая гибридная схема Один динамический излучатель Плюс один арматурный И V-образная ЧХ Причем Хорошая и добротная Но немного грязноватая Во всяком случае Мне кажется Что такой характер звучания Будет тепло Встречен в обиходе многими В общих чертах Наушники басовитые Наделены хорошей динамикой Драйвом И что немаловажно Характером Первым делом Эш сосредотачивает Наше внимание Конечно же На низких частотах Их тут много И они стоят на переднем плане Некоторым особнячком Бас здесь мощный Плотный и цельный Но он особо Не подразделяется Конечно То есть На какие-то там Детали и слои Если вы этого ждете Не распадается А подается слегка монолитно И кое-где Я про стиле и качество Сейчас бывает Немного конечно Грязноватая и резко Да Но немного мы еще Любим залезть На низ средних частот И немного потоптать Тут малину Наверное Сказывается все-таки Не идеальный контроль Этого диапазона Сабас Качающий Глубокий И интересный Особенно в электронных Жанрах В качестве примера Можно послушать Электронную композицию Аврора В стиле Джангл Драмфанк От Драмкилла Средние же частоты Имеют характерный Завал И не предназначены Для передачи Микродеталей Особенно в более Быстрых треках Все тут Так же Приготовлено Цельно И откровенно Линейно И упрощенно Гитары Рычат неплохо Но и в то же время Простовато И бывает Даже глуховато Мужской голос Немного сдавлен И отнесен На второй план В то время Как женский Напротив Звучит Немного Перед нами Ну а сцену Я бы назвал Наверное Все-таки Глубокой Но узкой Размаха И конечно Друзья Не хватает Область Высоких Средних Имеет Таки Заметный Подъем Который И делает Например Женский Вокал Более Заметными Ясно Ну и Понятное Дело Порой Излишне Фокусирует Наш слух На некоторых Инструментах Играющих Здесь Например Иногда Слишком Ярко И резко Могут Блеснуть Некоторые Струнные Или Клавишные Не Ошеломляюще Но очень Неплохо Звучит В этих Наушниках Новый Альбом Pink Вот Трек My Edic С этого Альбома И послушаем Колоритный И красивый Трек Кстати Но все Равно Полностью Раскрыться С этими Наушниками Он Конечно Не Может Высокие Частоты В этих Наушниках Подрезали И благодаря Этому И создается Здесь Иллюзия Комфорта Тут Тоже Особо Нет Микро Нюансов И протяженных Атак Однако Имя на Тарелочки Рассыпаются Ненавязчиво И мягко А вот Уже Более Тонкие Нежные Звуки До нас Не доходят И попросту Теряется В общем Звуковом Потоке С одной Стороны Люди Как огня Боящиеся Высоких Уверен Что будут Рады Такому Повороту Ну а Те Кому Важны Мельчайшие Подробности И штрихи Конечно Удовлетворены Высокими Этих Наушников Не будут Например В этой Композиции Граунд От Глена Чарльзи Орилли Начиная Наверное Прямо Со вступления Очень много Разнообразных Колокольчиков Треугольников И разных Щеток Так вот Все эти мелочи Наушники И Ньюэш Старательно Маскируют И не передают Но стоит Их поменять Например На Сисей А10 Как ваши Уши Буквально Заполняются Самыми нежными Высокими Оттенками Тут уж Как говорится Каждому Своё Какой сценарий Для применения Этих Наушников Вижу я Друзья Это наверное Повседневное Использование Где нибудь Спортзале Или на прогулке Да Можно Их Из блютуз Шнурком Использовать Совсем Забыл сказать Что наушники Эш Благодаря Своим Небольшим Размерам И анатомичной Форме Отлично Сядут Практически В любые Уши Но и Особо Требовательных Источников Они не Просят Для них Вполне Сгодится И обычный Современный Смартфон Эти наушники Как я уже сказал Не для выслушивания Макро и микро деталей А скорее всего Для темпа Который точно задаст Мощный бас Этих наушников Они отлично Подойдут Для электронной музыки Таких направлений Как дабстеп Драм и бас Хип-хоп Поп музыки Ну и возможно Кому-то понравится Слушать в них Легкий и спокойный Рок Хотя это вряд ли Итак друзья Какие плюсы Есть у наушников И Нью Эш Конечно же Это дизайн И материалы Неплохая комплектация Конечно же Это басовит И энергичный звук Ориентированный На молодых людей Которые любят бас И соответственно Современные Электронные стили Так Ну и минусы Ну для меня Он один на самом деле Это нехватка разрешения И частоты Во всех трех диапазонах Вследствие чего Я не могу послушать В этих наушниках Свои любимые композиции Если же их все-таки Сравнивать с наушниками Со схожей гибридной схемой То например Более универсальным KZ-ZSN PRO Они проигрывают Вчистую Практически По всем параметрам Стоят они сейчас В магазине Вуизи Ирфон Стор Почти 30 долларов Или 1848 рублей Но для нас С вами доступны Всего за 24 доллара Это друзья Было всего лишь Мое субъективное мнение О наушниках И Нью Эш Оставайтесь с нами Подписывайтесь на канал Бейте в колокол И рассказывайте о нас А с вами был канал Саунчек Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok